Глава двадцать вторая Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Богатый и бедный встречаются друг с другом, того и другого создал Господь. Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются. За смирением следует страх Господень, богатство и слава, и жизнь. Терны и сети на пути коварного, кто бережет душу свою, удались от них. Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится. Богатый господствует над бедным, и должник делается рабом взаимодавца. Сеющий неправду пожнет беду, и трости гнева его не станет. Милосердный будет благословляем, потому что дает бедному от хлеба своего. Прогони кощунника, и удалится раздор, и прекратятся ссоры и брань. Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Очи Господа охраняют знания, а слова законопреступника он не спровергает. Ленивец говорит:"Лев на улице, посреди площади, убьют меня. Глубокая пропасть уста блудниц. На кого прогневается Господь, тот упадет туда. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная розга удалит ее от него. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и кто дает богатому, тот обеднеет. Преклони ухо твое и слушай слова мудрых, и сердце твое обрати к моему знанию. Потому что утешительно будет, если ты будешь хранить их в сердце твоем, и они будут также в устах твоих. Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни. Не писал ли я тебе трижды в советах и наставлениях, чтобы научить тебя точным словам истины, дабы ты мог передавать слова истины посылающим тебя. Не будь грабителем бедного, потому что он беден, и не притесняй несчастного у ворот, потому что Господь вступится в дело их и исхитит душу у грабителей их. Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на духи твою. Не будь из тех, которые дают руки и поручаются за долги. Если тебе нечем заплатить, то для чего доводить себя, чтобы взяли постель твою из-под тебя? Не передвигай межи давней, которую провели отцы твои. «Видел ли ты человека, проворного в своем деле? Он будет стоять перед царями. Он не будет стоять перед простыми». Глава двадцать третья Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомыми явствами его. Это обманчивая пища. Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Оставь такие мысли твои. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет, потому что оно сделает себе крылья и, как орел, улетит к небу. Не вкушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми явствами его, потому что каковы мысли в душе его, таков и он. «Ешь и пей», говорит он тебе, «а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно». «В уши глупого не говори, потому что он презрит разумные слова твои. Не передвигай межи давней и на поля сирот не заходи, потому что защитник их силен, он вступится в дело их с тобой. Приложи сердце твое к учению и уши твои к умным словам. Не оставляй юноши без наказания, если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Сын мой, если сердце твое будет мудро, то порадуется и мое сердце, и внутренности мои будут радоваться, когда уста твои будут говорить правое. Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность и надежда твоя не потеряна. Слушай, сын мой, и будь мудр, и направляй сердце твое на прямой путь. Не будь между упивающимся вином, между присыщающимися мясом, потому что пьяница и присыщающиеся обеднеют, и сонливость оденет в рубище. Слушайся отца твоего, он родил тебя, и не пренебрегай матери твоей, когда она и состарится. Купи истину, и не продавай мудрости, и учения, и разума. Торжествует отец праведника, и родивший мудрого, радуется о нем. Да веселится отец твой, и да торжествует мать твоя, родившая тебя. Сын мой, отдай сердце твое мне, и глаза твои да наблюдают пути мои. Потому что блудница — глубокая пропасть, и чужая жена — тесный колодец. Она как разбойник сидит в засаде и умножает между людьми законопреступников. У кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспид. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты. И скажешь, били меня, мне не было больно, толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Глава двадцать четвертая. Не ревнуй злым людям и не желай быть с ними, потому что о насилии помышляет сердце их и о злом говорят уста их. Мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Человек мудрый силен, и человек разумный укрепляет силу свою. Поэтому с обдуманностью введи войну твою, и успех будет при множестве совещаний. Для глупого слишком высока мудрость, у ворот не откроет он уст свои. Кто замышляет сделать зло, того называют злоумышленником. Помысел глупости грех, и кощунник мерзость для людей. Если ты в день бедствия оказался слабым, то бедна сила твоя. Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение? Скажешь ли, вот мы не знали этого, а испытающий сердца разве не знает? Наблюдающий над душою твоею знает это, и воздаст человеку по делам его. Ешь, сын мой, мед, потому что он приятен, и сот, который сладок для гортани твоей. Таково и познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряны. Не злоумышляй нечестивый против жилища праведника. Не опустошай место покоя его, ибо семь раз упадет праведник и встанет, а нечестивые впадут в погибель. Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется. Иначе увидит Господь, и неугодно будет это в очах его, и он отвратит от него гнев свой. Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой Господа и царя. С мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает. Сказано также мудрыми, иметь лицеприятие на суде нехорошо. Кто говорит виновному, ты прав, того будут проклинать народы, того будут ненавидеть племена, а обличающие будут любимы, и на них придет благословение. В уста целует, кто отвечает словами верными. Соверши дела твои вне дома, окончи их на поле твоем, и потом устрояй и дом твой. Не будь лжесвидетелем на ближнего твоего, к чему тебе обманывать устами твоими. Не говори, как он поступил со мною, так и я поступлю с ним, воздам человеку по делам его. Проходил я мимо поля человека ленивого, и мимо виноградника человека скуда умного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрылась грапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подремлешь, немного, сложив руки, полежишь. И придет, как прохожий, бедность твоя, и нужда твоя, как человек вооруженный. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok